Всем привет, с вами снова Добр Макс, и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Still Life. Ну что ж, напоминаю, что в прошлой серии мы пытались спасти журналистку Эрнандес, но это у нас не совсем получилось. Тем не менее, расследование продолжается, и сейчас, я напоминаю, мы находимся в комнате, откуда, собственно, ее и похитили. Ну что ж, ладно, давайте попробуем открыть чемодан, который находится... К вашим услугам, агент Макверсон? В шкафу. Вам что-нибудь нужно? Да, совершенно верно. Тебе известно что-нибудь о взломе дверей, Гаррис? Не особо. Я куда лучше разбираюсь в электронике. Но у меня есть ударный пистолет-отмычка. Вот, возьмите. Так, хорошо. Интересно, что же там находится в этом чемодане. Так, минуту. Отлично. Ага, диск. Как раз то, что доктор прописал. Портативная видеокамера. Вероятно, она принадлежала Эрнандес. Внутри ничего нет. Так, ну... Разумеется, диск мы должны применить сюда. Это очевидно. Изложите вашу теорию. Она довольно сильно отличается от той ниточки, по которой идет ФБР. Палач с восточного побережья не действует под влиянием момента. Это идет вразрез с версией криминалиста. Я выяснил принцип, по которому он выбирал своих жертв. Этот принцип был связан с одной из его одержимостей. Джеймс Хокер. Ему все еще не дает покоя это дело. Если я не ошибаюсь, это ваш бывший напарник? Найди мне Хокера, Гаррис, и принеси мне его досье. Угу. Говорит Максерсон. На помощь. Спасите. Палач похитил меня. Эрнандес, где вы? Вы в порядке? Это, видимо, был как раз тот самый момент, который мы видели с вами в предыдущей серии. Ох, как кружится голова. Я чувствую себя так странно. Кошмар. Да, эта комната сильно отличается от той, в которой была полома изначально. Это, видимо, какой-то подвал. Мой телефон. Это наверняка Максерсон. Должно быть пытается вычислить мое местоположение. Так, ну, взять его, наверное, не получится. Да, совершенно верно. Аккуратнее. Тут повсюду битое стекло. Или все-таки получится. Максерсон, вы установили мое местонахождение? Выяснили, где находится этот треклятый дом? В укромном месте. Отлично. Не успокойся, нам никто не помешает. Вы? Вам это срок не сойдет. Я предупредила Максерсона. Скоро здесь будет и полиция, и ФБР. Они точно знают, где я. Самое смешное, что ты, похоже, сама веришь в то, что говоришь. У меня есть предложение. Если тебе удастся выбраться отсюда, я подумаю над тем, чтобы тебя отпустить. На пути к свободе я приготовил тебе несколько сюрпризов. Ну так, чтобы жилось веселее. Умоляю, отпустите меня. Хватит уже. Возьми себя в руки. Ах да, и еще. Пока ты была без сознания, я вел тебе небольшую дозу яда. Ты уже должна почувствовать симптомы. Отлично. Головокружение, слабость, тушнота. Но в конце тебя ожидает смерть. Лучше тебе начать поиски противоядия. И помни, при помощи ошейника я могу тебя отдернуть. Удачи, красотка. Отлично. То есть теперь у нас все идет на время. Так, ну что ж, ладно, давайте. Введена небольшая доза яда. Мне его не открыть. Слишком высоко. Так, понятно. Надо как-то отодвинуть вот эту кровать, скорее всего. Угу, совершенно верно. Так, ну теперь, наверное, получится достать. Но вообще, журналистке, конечно, не повезло, да, друзья? Так, круто. Судя по этикетке, в этом флаконе содержится химический реактив для отделения истинного от ложного. Что бы это могло значить? Так. Вот четыре пузырька с жидкостью. На подставке написано «Которая». Так, ну только какой-то один пузырек мы можем использовать с вами, верно? Так, давайте-ка попробуем разъединить. Да, совершенно верно. Так, действительно, которая. Так, и флакон наполнен на две трети. А, все понятно. Я так думаю, для того, чтобы у нас было больше шансов, а нужно наполнить флакон до конца. Да, совершенно верно. Время пока есть, но не будем тратить его просто так. Так, полный флакон, разведенный. Отлично. Пробирка с черной жидкостью. Так, а флакон опять наполнен только на две трети. Так, может быть, еще можно? Нет, так не пойдет. Да, действительно, так не пойдет. Так, ну не знаю. Видимо, момент удачи. Так, а это пробирка с белой жидкостью. Так, и снова белая жидкость, и вот флакон у меня пропал. Так. Даже не знаю. Скорее всего, если одну из пробирок мы используем, то она окажется смертельной, а другая, соответственно, нас сможет вылечить. Так, а как воспользоваться? Не самая удачная мысль. Так, минуту. Надо, наверное, отойти в сторону. Так. Ну вот же, можно лечить. Так, а это бесцветная жидкость, совершенно верно. Так. Так, ну все понятно. Мне уже лучше. Мои поздравления. Ты выиграла право на жизнь. Пока что. Так, хорошо. Наверное, нам нужно использовать матрас для того, чтобы... А, да. Совершенно верно. Для того, чтобы пройти по осколкам. Это очевидно. Давайте для начала уберем пробирки и телефон. Интересный довольно-таки элемент по поводу инвентаря. Ну, как я уже говорил, это, скорее всего, естественно. Если я пойду по осколкам, то вся изрежусь. Так, ну делать этого не придется. Отлично. Так, ну что ж, давайте заглянем, что у нас здесь. Шестигранный ключ. Карта памяти. Я могу просмотреть ее содержимое на моем диктофоне. Так. Не открывается. Похоже на распределительный щит. Кабель уходит в стену. Так, интересно, что здесь еще есть? Закрыто. А, ну все понятно. Шестигранный ключ. Так. Порошковый огнетушитель. Хм, интересно. У меня, конечно, есть небольшое предположение, что можно дверь открыть с помощью огнетушителя. Но, честно говоря, я сильно сомневаюсь. Так, может быть, нужно, да, подойти вот сюда. Круто. Так, ну, пока сюда смысла идти нет. Давайте-ка еще осмотримся. Так, ну, я-то, честно говоря, думал, что за этим плакатом что-то скрывается. Эти надписи. Интересно, кто-то решил помочь мне или просто пугает. Угу. Так, а что здесь? Отрезанная рука. Какой кошмар. Так, ну это все не просто так здесь. Фух. Заклинило. Нужно попробовать сделать из чего-нибудь рычаг. Рычаг. Так, ну, может быть. Может быть, как-то отломать. Даже не знаю. А, подождите. Вот там лежит какая-то палка. Угу. Я, честно говоря, думал, что придется... А, видимо, когда мы двигали кровать в прошлый раз, вот этот вот, вот эта металлическая трубка, да, совершенно верно, она оттуда выпала. Так, ну, надо, наверное, освободить место. Отлично. Так, ну, нам придется обратно кровать двигать, да? Ужас. Честно говоря, вот эти вот крысиные писки, это один из самых отвратительных звуков, по-моему. И зачем журналистке нужна эта отрезанная рука? ой, какой кошмар. Да я ни за какие ковришки не притронусь к этому рассаднику крысиной заразы. Так, а самое время использовать огнетушитель еще раз, да? Отлично. так, ну, вроде крыс по-прежнему слышно, но тем не менее... Так, ключ. Интересно, от чего? А, минуточку. Так, то есть, можно было не только с помощью огнетушителя открыть эту дверь, а действовать более разумно, что ли? Так получается. Надо открыть застежку на этом проклятое мошеннике. Ну, прямо сейчас, наверное, сделать этого сделать не удастся. Без шансов. Ну, да, логично. Нет, ну, можно, конечно, хотя нет. Браво! Тебе удалось выбраться. Сюжет стремительно разворачивается. И вновь тебе предстоит открыть дверь. Но сперва нужно понять, какую... Так. Отпустите меня! Умоляю! Но ты и так можешь идти. Осталось только выяснить, как это сделать. Докажи, что ты не просто красотка. Давай же, милая палома, покажи, на что ты способна. Надеюсь, тебе понравится мой маленький театр ужасов. Он построен на тех же принципах, по которым наше цивилизованное общество избавляется от неугодных ему преступников. Сначала тюрьма, затем зал для казни, который ведет к освобождению. Теперь посмотрим, удобно ли тебе будет на этом стуле. Отлично. Да он просто больной. Электрический стул на рельсах. Как удобно. Так, новая задача. Так, выйти из комнаты, выпить противоядие, снять электронный ошейник, открыть правую дверь в комнате с электрическим стулом. Правую. так. Отлично. Так, Дора, 216. Оливия, 60. Так, Дойс, что ли, или Бойс, непонятно, 33. Жанет, 108. Полома. Отлично, 129. И Долорес, 71. Так, этот распределительный щит позволяет изменять напряжение тока, проходящего через электрический стул. Сейчас ток отключен. Этот распределительный щит... ну понятно, что ток отключен, и скорее всего нужно встать, и соответственно... Так, каким образом мы можем встать? Забавно. Оливия, номер 60. Так, нужно, видимо, все эти моменты просмотреть. Джойс, номер 33. А, это все-таки Джойс. Ну, я теперь понимаю, на самом деле, для чего нужны были подсказки на... Дженет, номер 108. На счете в предыдущей комнате. Да, тут мое имя. И номер 129. Да, видимо, эту дверь нужно открыть. А по поводу того, что правая дверь, скорее всего, это... Долорес, номер 71. Так, и последнюю дверь. Дора, номер 216. Так, ну и все-таки, каким же образом отсюда выбраться? А, все понятно. Так, а здесь не правую дверь в комнате с электрическим стулом, а правильную. Right door. Скорее всего, просто ошибка. Так, ну и что же, каким образом можно открыть эту дверь? Которая носит ими Палома. Закрыто. Так, а вот, может быть, сейчас можно применить ключ? Хм, нет, не получается. Ну что ж, давайте посмотрим на щит. слышно, как внутри этого ящика гудит электрический ток. Так, а там распределительный щиток уходит прямо в стену. Вероятно, распределительный щит соединен с электрическим шкафом в другой комнате. Вероятно. Так, ну и что же мы можем с ним сделать? Неужели вновь ударить огнетушителем? Да, действительно, мы его закоротили, похоже. Так, ну сейчас-то его можно открыть? Слишком темно. Тут совсем ничего не видно. Так, ну... Слишком темно. Понятно. Понятно то, что ничего не понятно. Эти надписи. Интересно, кто-то решил помочь мне или просто пугает? 23, 24. А там был номер 129. Каким же образом мне здесь зажечь электричество? В соседней комнате. Да. Может быть, все-таки нужно сесть на стол и, соответственно, там что-то включить в этой коробке? Этот распределительный щит позволяет изменить... Да, совершенно верно. Сейчас ток отключен. Но я, честно говоря, даже не вижу, какой регулятор здесь нужно повернуть и как это сделать. плюс 20, плюс 50, плюс 5. И, наверное, здесь нужно каким-то образом регулировать этот ток. так, ну это логично. Так, ну это логично. То есть нужно выставить какую-то конкретную цифру, которая, с одной стороны, и не убьет полому, но и позволит открыть дверь. дверь. Так, ну, конечно, можно попробовать опять с помощью огнетушителя это сделать. Так, вот дверь, которая нас интересует. ну, как видите, ничего подобного. А, стоп, секунду, так нужно повернуться как раз к этой двери, и когда мы к ней поворачиваемся, то, соответственно, зажигается лампочка над ней. все логично. Давайте попробуем это сделать. Отлично. Полома. Так. Закрыто. Так, ну она по-прежнему закрыта. И по-прежнему мы не можем сюда вставить ключ. Так. И у меня сейчас еще одна догадка. Видимо, когда мы на самом деле поворачиваемся, зажигается свет не только над дверьми, но и в распределительном щитке тоже, да? Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Да нет. Так. И каким образом зажечь? Так, минуту. Вот оно что. То есть здесь прятался выключатель. Отлично. Стальная проволока. Так. Для чего она, интересно, нужна? Лампочка наполовину выкручена, однако работает. Маленькая лампа. Хм. Забавно. Да, все-таки только такой неординарный человек, как журналистка Эрнандес, Палома, может сохранить спокойствие в данной ситуации. Честно говоря, я-то уж давно бы, наверное... Так, и это вернет к двери, наверное, да? Не открывается. Так, а с помощью... Так, минуту. с помощью стальной проволоки, я так думаю, можно попробовать открыть дверь. Хотя, кто знает, кто знает. Вполне вероятно. Хотя нет. Ладно, что ж, давайте садиться на стул. А я к этому не притронусь. Так, интересно. Лампочка. Зачем она нужна? И стальная проволока. Нет. Все-таки Палома всего лишь садится обратно на стул. А вернуть его в прежнее положение, видимо, не представляется, Так, ну что ж, друзья, пожалуй, наверное, в следующей серии мы продолжим спасать Эрнандес из плена. Сейчас, что сделать здесь, я не совсем понимаю. Вот. И тем не менее, хотелось бы сказать, что игра все-таки просто обалденная. Обратите внимание на то, что загадки можно решать не только каким-то одним путем, но и используя альтернативные методы. Например, видите, то есть можно было открыть дверь с помощью ключа, вот, а можно открыть дверь и с помощью огнетушителя. И, в принципе, вот эта вот вариантность событий, она меня просто приводит в полнейший восторг. Ну что ж, я надеюсь, что вы тоже получаете удовольствие от этой игры. Надеюсь, что мое прохождение, мои комментарии вам не портят впечатление. А с вами был Добрый Макс Суинився в следующей серии. Всем пока!